Дорогие друзья, ну что, с минуты на минуту, даже точнее с секунды на секунду у нас начнется последний Мирамар в рамках первой недели Вингмана в регионе СНГ и Турция. Мы с вами сейчас посмотрим последнюю завершающую пятую карту. Результаты вы можете найти по команде восклицательный знак Сетка. Для вас работает Руслан Медшоу, Евгений Айлейм. Поехали! Привет! Самолет у нас вертикальный, летит сверху вниз, очень комфортный. Самолеты, которые пролетают через центр карты, всегда суперзамечательные и комфортные. Долететь можно куда хочешь, как хочешь, это очень даже радует игроков. Нам-то зрителям и комментаторам в принципе пофиг, как там попадают игроки, но вот игрокам это действительно очень важно. Кружочек. Нам бы, понимаешь, Жень, только вот Покчан почитать, да, кидать в чат, когда мы видим какие-нибудь забавные круги или забавные там пролетки, но... Конечно, эмоции это круто. Да, но хотелось бы, да, чтобы почаще было именно все как бы с комфортом для игроков, да, то есть это понятно, шутки шутками, зоны зонами, да, но как бы хотелось бы, чтобы игроки при этом тоже не особо страдали. Ну ладно. Я вижу то, что дважды проиграв дуэль на Сиенде, или даже трижды, не захотели Гачебас Гейминг лететь вместе с Team Unique. Они спокойно полутают Асиенду Дель Патрон. Над Лос Леонусом опять много команд. И, кстати, интересно, куда прыгнет команда АВГ, потому что помним мы, что до этого при левом самолете они дважды лутали Вале Дель Мар. Сейчас пока что я не могу их найти в воздухе. Круг, кстати говоря, круг верхний. Да, хороший. То есть из неиграбельного здесь... Ну здесь все играет. Ничего нет. Ну, то есть скалы есть возле Азиса, но это такое. Там буквально по 1%. Шифти, Нукиза, уже убил. Да, у Слены Зи, так понимаю, это дело. А хотя нет. Нет, помним мы то, что Шифти и Скофилд лутали Лос Леонус на предыдущем Мирамаре. Сейчас нет. На Пикадо, кстати говоря, страсти будут разгораться. Торнадо Energy Battle решили присоединиться к Крабику и Бустеру. Также мы помним то, что Рекрент и Батурин играют от Казино. Только на первой, по-моему, только на первом Мирамаре у нас были какие-то проблемы. Тогда как раз-таки Батурин потерял Рекрента. После этого Бустер и Крабик много не файтились с Нави. То есть они спокойно лутают. Ну, делят Пикадо пополам. И потом каждый едет занимать что-то, что ему нравится. Ну и там по зоне, понятное дело, ориентируется. Но сейчас есть Самса и есть Диппи. Интересное соседство. При том, что забрали они вот эти вот боковые линии как раз-таки. Да, то есть Самса лутает у нас место перед Бустером. А Диппи лут... Ну, перед Ареной самой. А Диппи, наоборот, если смотреть на мини-карту, левее лутает. Ну, посмотрим. Я думаю, что догадываются ребята, что у них... Ну, я имею в виду и стак Нави, да? Дуо команды Нави и дуо команды Севен. То, что есть у них незваные гости. И, кстати говоря, посмотри, Бустер переходит на правую сторону. Ну, наверное, хочет как-то... Ну, чуть-чуть тут подлутать, наверное, да? Хотя мы видим, что 416-й он нашел. Арморчик второй, каска вторая. Минник есть, прицела не хватает. И у него, кстати, есть шансы подловить здесь Самсу. Самса сейчас будет выходить. Оу! Без шансов для Самсы. Бустер слишком жестко пострелял. У Самсы там каски, что ли, не было? Ну, да, каски не было. Да и армора нет. Берстовка и берил такой вот у нас сетап у Самсы. И, понятное дело, Бустер очень жесткий. Его удалил. Дипи далеко. Спасать не будет. Сам Сыч уже сейчас. Ну, либо дотекет, либо просто Бустер и Крабик зайдут. Просто его добьют, либо хаешками закроют. Потому что про Дипи-то они не знают, где он. А Дипи просто убегает. Он полутал. Нашел для себя берстовку. Нашел под нее шестерку. Калаш с Х2. Ну, наверное, хотелось бы что-то другое в качестве прицела. Но что есть, то есть. Он может полутать сейчас еще слева ангар. И потом уже двигаться куда-то в зону. Ну, пока пробегает. Да. Спокойно так совершенно пробегает. Вообще ничего не волнует. А он понимает, что просто 26 команды будут лутать его союзника убитого. Чем напрягаться. Так, посматривает в сторону. Чтобы не вышли, не начали стрелять неожиданно. И все. Этого достаточно. Ну да. Юник относительно близко к центру круга. Лутает сейчас чуть ниже в интертритмента. И, кстати говоря, Дози заметил там летящую Мирада. Это игроки как раз таки, по-моему, команды Гачебаз Гейминг. Да, это Kisses Black и Fancy Pants. Они тоже едут куда-то дальше. Ну, Юники могут, в принципе, на гору подняться. Фифтик тем временем находит Зувируса. Это, опять же, вот в этот кем, под этот кем, в течение вот пяти сыгранных карт постоянно к Фифтику кто-то заезжает. Постоянно. Вот исключением только первой карты, где они с Мирчиком погибли на ротации, никого не нашли. Вот довольствуются лишними ПТСиками. Это приятно, конечно. Плюс еще и баги привезли, баги целые. Хорошо. Мирчик там сейчас подтянется. Может, доест то, что там Фифтика станет. Оставит, ну, там, может быть, бинты, аптечки, там, обвесы. Ну, и потом нужно двигаться в зону. Зона верхняя, по-моему, кстати, верхних зон мы сегодня не видели, Жень, с тобой, да? Насколько я помню. Да, да, это правда. У нас был центр, было лево, было право. Сейчас верх, и вот одну какую-то зону мы упустили. Ну, ничего страшного. Там под Юников, смотри, в центре Сет и Армапрос залетели. И сразу улетели. Ну, поняли то, что крашится. Ну, крашится, нет смысла. Правда, едут они дальше, тут Фэнси Пэнс по ним настреливайся. Сейчас еще и Кис из Блэк может подтянуться. Ой, Армапрос что делает? Там, я вижу, центрифуга была небольшая, да? Да, да, да. Попереворачивался, но все-таки встал обратно на колеса. Едет. Клеса, кстати, нет переднего. Жалко, что Кис из Блэк не успел среагировать на все это дело, пока там переворачивался Армапро. Диппи, но убивает Диппи. Как-то очень неудачно все сложилось для команды Торнадо и Энерджи Баттл. Как раз таки Диппи. И Самса, умерли они первые самые среди команд ТОП-40. Очень, конечно, больно занимать такие плейсменты, но что поделать, иногда действительно так сильно не везет. Да, тут я же из тобой полностью соглашусь, опять же, вспоминая Самсу, который вроде как нашел девайсы, но не нашел самого главного, ни каски, ни армора. В итоге дуэль, понятное дело, он проиграл. Сет, по нему настреливают команды Юник. Сету нужно, наверное, куда-то двигаться, пока колеса не отстрелили, и его Мирада не пришла в полную, скажем так, фулл-непригодность. Да. А вот Фэнси Пэнс сейчас может пострелять по Юник, но я это понимаю, что Сэнди на Адоузе хорошо так пикают, да. У них теперь точно есть информация о Фэнси Пэнсе, и, наверное, нужно отступить. На Фолт, если высадили, кстати говоря, Сэн-24, Перфектикс неплохо пострелял. Началась у нас небольшая миграция. И посмотри, Жень, на южную часть Лос-Леоноса. Там интересная ситуация. Там Гришка на горе. Слышит Перфектикса. И там вот Экзампл, который выбежал в Опенфилд. Гришка его... А, здесь скала, я понял. Долго на мне почему-то прогружалась. Я смотрю, Экзампл просто в Опенфилде бегает, Гришка по нему не стреляет. Ну вот, отпускает он Экзампла. И, в принципе, наверное, самому нужно уходить. Гриша у нас... Пикадо? Пикадо? Да, да. Батуллин и Эрик Рент воюют против бустер-тревела и крабика. Прямо начался такой файт серьезный. Очень сильно пробили бустер-тревела. Но тут уже отхилился мегой. Интересно, что предпримут Нани. У них тачек нет. Рекрин просто отходит. То есть, да, вот, понимаешь, у них такая же ситуация. Они побоялись, судя по всему, наверное, брать Мирада, который стоит вот-вот прям в упоре так. Рекрин, карабин X6. Попытался кого-то наклонить. Батуля там подключается. Ну, надо, вот знаешь, так потихонечку отступать. Они сейчас лутают как раз-таки труп. Здесь тут у нас проезжал. Рекрин поменял карабин на М24. Теперь поприятнее чуть-чуть будет. Да, пулька побыстрее летит. Плюс еще урон. Значительно выше по сравнению с каром. Правда, все равно в третью каску не ваншотаешь. Но знаешь, когда тебе прилетает в грудак. Очень больно. С плаером 1 и 1. Да, это довольно больно. Попадание с М24 это примерно, как вот знаешь, когда тебя с СССР-ки вот. Тоже вот СССР-ка хоть и... Ну, ДМР-ка, да, но она когда попадает, ты тоже это ощущаешь на самом деле. Особенно там по каске. Раз-два и все. То же, ты делал первая каска, то он может даже и раз, если у тебя чуть-чуть КП не хватает. Да. Ну, как бы на семерках девайса. Как бы... Ощущаются они очень сильно. Но убегают тут рекрент и Батулин. Рекрент уже забежал за небольшой ЛГ. Батулин его пытается прикрыть. Бустер, Крабик. Ну, заберут потом тачки, наверное, поедут. Ну, а вот команде Нави... Можно подняться в гору аккуратненько. Тут посмотреть, что тут есть. Может быть, там и дальше что-то будет. Там тем временем у нас Скофилд и Шифти заехали на Зетаба. Увидели сразу перед собой надпись You're dead. Better luck next time. Или сейчас, по-моему, это уже не пишется. Я уже не помню. Better luck next time пишется еще. Ну, да. Я просто... Ну, ладно. Проехали. Раньше были очень забавные баги, когда ты, например, умираешь от того, что просто лежал у забора. Ну, это уже зафиксили. Это очень давно было еще. Даже когда в Overreacts был папка, и тебе пишут Better luck next time. Это было очень уморно, конечно. Но сейчас, конечно, слава богу, что все это дело подфиксили. Снизу прервали за кругом ротации Бэйна и After Dark. Алиф очень хорошо пострелял. Также продолжается стрельба в центре круга. Спириты стреляют по Perfectix. Вот так вот, да. Вот так вот. Там ток, кстати, чуть выше спиритов, пытается разобраться с фифтиками и с мерчиком. Мерчик уже погиб. И фифтик тут пока что один на один против тока. Green Hawk и Opel суициднулись. Ну, наверное, просто тачка была очень сильно продамажена. Влетели куда-то не туда и погибли. Ну, бывает такое. Фифтик. Против тока. Все в том же месте. Ну, и фифтик неплохо так сыграл. Погибает у нас 11-я команда. Это у нас HPlayer Z1. Там подключается, я так понимаю, кто-то, либо это был Kisses, либо Fancy Pants немножко. Постреляли. Зона почти центр. В центре, ну, вот в центре, на самом деле, вот в этом кимпе, да, вот чуть левее позиции спиритов никого нет. То есть, Unique и Team Spirit относительно близки к центру. Так же, как и Fancy Pants и Kisses Black. Ну, и много ребят по-прежнему за зоной. АВГ. Снупик и Азверин. Опять битва с зоной. Просто бегут возле Power Grid'а. Три аптеки у Азверина, у Снупика 25 бинтов и тоже одна аптека. Не могут найти транспортное средство, может, на дороге что-то будет, но на дороге здесь как-то кисловато. Пока что ничего. Да, просто ничего. Окей. Минус холостом пойти временем от Unique Seed за камнем. Тяжелая ситуация для Сида сейчас. Зало очень приятно для Unique. У них прям очень такой замечательный кемп действительно. Относительно близко к центру и самое главное то, что они могут как раз таки куда-то ближе к центру двинуться и у них как бы в радиусе ну, не то чтобы километр, но если посмотреть этих позиций там по 600 во все стороны, они вообще никого нет по 600 метров, то есть нормально. То есть у них опция передвигаться сейчас, ну, почти одна из самых лучших. Ну, а Сиду здесь ну, откидывает смоки перед собой чуть направо на отход будет пытаться как-то заевейдить Unique. Сколько у него, кстати, смоков осталось? Все. Все раскидал, все потратил. Начинает убегать. Кстати, Стендин, я так понимаю, принял решение подкушить. А Доузи будет давать ему инфу издалека те времена. Фифтика все-таки нашли, к сожалению. А Стендин так очень уверенно бежит на Сида. Пусть бежит. Да уже все, последняя игра Unique отыграли. Вообще, тоже как бы нормально. По-любому выходят из группы. Почему бы и в аркаду не поиграть? То есть, не по пуш, не побаловаться. Чего там такого? Абсолютно ничего. Жень, посмотри на правую часть синей зоны. Чуть правее ли Захара. Да, там развлекал. А развлекалова хорошая. Там No Tail, там Leaf, Fresh Say и Death Out. Устроили тут какую-то битву. Они закрыли здесь Полуэрдерака, который тут что-то крутил. Вон как раз таки его транспортное средство дымит. Ну и что делать? Что делать Leaf, что делать No Tail? Тачек тут нет. В 20-й команде команды тачка есть. Death Out через дорогу. Leaf сейчас, кстати, может нокнуть. Death Out не стреляет, кстати говоря, хотя видит его. Тут сейчас просто прыгнет в мотоцикл. Leaf принял решение попить пивка перед поездкой. А Death Out уже в упоре. Death Out сейчас, по идее, просто двух сладеньких убьет. Ну, по идее. Fresh Say все-таки инициирует драку. Ну и, собственно, ее заканчивают. Double Kill отлично. Плюс лут. Замечательно. Еще и мотоцикл в целом оставили. Что немаловажно, поскольку эмотик на такой мапе очень руляет. Номер мари прям очень. Рассмотри, прожми карту, сделай ее, не приближай ее, то есть отдали максимально и скажи, что не так. То не так. В смысле, где дроп? Ну вот. Ау, я его нашел, кстати. Ну как бы. Понял, понял. Да, вот, я тоже обретил, что-то за красная точка, смотрю, а это подарки. Гроза, секс-8. Да, да, да. Спасибо. Поедем полутайм. Батуллин, кстати говоря, едет на мусике куда-то в центр. Прилег. Рекрент пока что где-то позади. Экес разбился. Бывает такое. Гриша через Эля Захар будет как-то пытаться заехать в зону. Фолклос ты потерял давным-давно. Ну и в принципе, если посмотреть по траектории движения его, то он может нормально заехать. Там вот прям в упоре к краю зоны нет никого. То есть могут стянуться М-19 его закрыть. Могут стянуться Экс-Магистр и Сет закрыть Гришу. Но в этом нет, наверное, абсолютно никакого смысла. Спириты в центре. Ну и прыжок круга. Ой, как хорошо. Юникам. Кос. Просто замечательно. Такой спот у них замечательный. Они могут обстреливать всех, при этом оставаться в ультрасейве. Да. Их могут только, наверное, с горы вот над ватертритментом немножко поднапрячь. Адоузи вышел. Ну, ну, туда на гуру никто не будет забираться. Это точно. И там очень легко законтрить вообще со всех сторон. Там кто-то без двух колес пытается ехать. Кто это такой смелый? Это рекрент. Нормально. Батурин, кстати, чуть правее ездит. Заезжают в кем, которые изначально лутали юник уже после осиенда. Там еще и спину по рекренту начинает настреливать. А, это Сид, которого отпустили. Ну, Сид на самом краю. Если посмотреть по миникарте, у Сида вряд ли будут какие-то серьезные проблемы. А вот справа убийца и Оранж Сноу идут прямо к М19. И такая ситуация, то, что заметили экзампла, и Вондерер сейчас просто в бок может расстрелять. Да, есть взаимные ноки. Оранж минус экзампл. Вондерер сразу убийцу добил. Экзампл... Ну, не успеет его, наверное, поднять. Да, Оранж говорит ты моего, я твоего. И Вондерер, наверное, просто будет скипать этот файт. Чуть-чуть не хватило экзампла, чтобы зайти за транспортное средство и пожить. Там за зоной погибает Лепсин. Хаешка от Зверина находит там где-то с Саунда. Минус Д Сау от Али Джи Джи СМК. Ну, а тут ребятки разминулись. Ну, окей, покусали, покусали. Правда, спириты могут ни первых, ни вторых в зону не пустить. По идее, они должны это делать. Тут стрельбу-то они слышали и по мини-карте у них-то как раз-таки позиция такая, что у Вондереру придется прям в Опенфилде перебегать. Ну, или он крутанет куда-то вниз. Вот как раз-таки туда, где Оранж. Может быть, даже с ним пофайтиться еще. Оранжа, по идее, тачка где-то в кемпе стоит. То есть он может уехать. Там Огбро на пару раз забрали с этой. Сет и сед. Да, это жестко. Ну и в центре очень много команд. Прям очень много. Там все стреляются сейчас со всеми. Нокнули как раз-таки. Сет нокнул седа. Сет седа добил. Интересно, кстати, позиция. Прям можно стишок придумать с этого. Ну, знаешь, это как скороговорку. Ехал сед в сторону седа, сед седа нокнул, сед седа добил. Ну, как-то так. Очень жестко. Оранжа, интересно, куда сейчас приедет уровень сноу. Поскольку все занято. Наблюдаю сейчас за ним. Проезжает он через юников. Нави настреливают по оранжу. Юник реагирует, но не успевает занять удобную позицию для обстрела. Нашел булочку, ты посмотри-ка. Дрявую, конечно, но хоть какую-то. Ну... позиция у оранжа сейчас очень хорошая на самом деле. Он почти в центре. Армопро тем временем погибает. Там бутерброд от 16-й и 15-й команды. Вот так вот они встретились. Закрыли седа и его тиммейта. Шифт круга совсем скоро. Вондерер, кстати, в зону забежал. Под Юник залетели Гифтед и Сайланс. Сидят, я так понимаю, в сене. Не пекаются. Им отстреливают колеса на мотоцикле. Сверху у нас, я так понимаю, замес Дата Маля Джиджи и Орлеон файтится с 33-й командой. Есть минус по Хоуку. В спине Бульдог. Хоука моментально доели. И Бульдог, наверное, должен как-то эту ситуацию уже в соло выводить. Вывозить, либо ничего не делать и уходить. Это, наверное, будет правильным решением. Фрешсейм. За зоной где-то задушили. Все время за зоной. Центрировался. Юник все еще в кайфе. Орэндж Сноу оказался резко в очень приятной обстановочке. Орэнджи будут прикрывать практически со всех сторон. Батули нокай там Снупика или Джиджи нокай сета. По-моему, у нас в игре две МК-14. Ну, у Али Джиджи точно МК есть. Да, вот как раз таки у кого-то еще видел. Вот я не могу точно сказать. Видел я вторую МК-шку. Я видел Ноки от Али Джиджи. Это точно. Ну, посмотрим. Будем теперь просто чуть внимательнее смотреть. Да, в Killfit все-таки у нас осталось 36 живых. Это не 80. Тяжеловато. Да, у Крабика. У Крабика МК. Вот так вот сразу нам показали вторую МК-шечку. Но я же включился на Севенов и я смотрю на их позицию. Ну, очень тяжело. Практически если нету транспортного средства, то это все, по-моему. Либо какую-то стену смоков нужно делать. Но тут в Кемпинави слева АВГ ребята стрелять умеют. Поэтому дело тут все стрелять умеют. Тут все нормально постреливают. Больше всего решают на тайминге позиционочка. Вот тут уже все дело посложнее. Спас реквент Батулина. Нави должны как-то зону закрывать. Интересно, что будут делать АВГ. в такой ситуации. Аля Джи-Джи тем временем погибает от Магистра. И давайте смотреть. Снупик понимает, что где-то Севены где-то вот там, где-то за смоками, за скажем так, ну, в относительной близости к синему кругу. в свою очередь, что нужно делать АВГ. АВГ нужно просто подняться наверх. Они будут правда тут открыты под все. Да, здесь можно лечь на живот и как-то полежать, но слишком гора их открытая. То есть им в спину сейчас еще будет заходить Стерлок и Булпин ТВ. Потому что они слышат как работает озвериный Снупик, но почему-то так, Стерлок зазумился на кого-то из севенов. Но он должен понимать, что в упоре кто-то есть. Он же слышал. Теперь так точно. Стесняется пока что. сейчас если сейчас подальнем начнет стрелять, то это такое себе по-моему. Но как кравика, тем не менее. Бустер тоже отбитает, но уже отбатулины. В упоре Стерлок оказался, а зверина продамажил. Ответочка. неудачная. Ой, ну тут нокается от бубина. Обл-калаш. Очень сильная диспозиция у АВГ. Находиться в такой ЛГшечке прям суперопасно. Дану тебя выходят сверху. Рекрент пошел на это все дело посмотреть. И скорее всего прошла просто инфа от Батулина, что я далековато, давай-ка ты вернешься. И видим, что возвращается у нас рекрент. Там тем временем был ног по стендину от Вондерера, но Вондерера закрыл сид. И Батулина сейчас стреляет по горе. Заметил он там передвижение как раз таки третьей команды, которые закрывали АВГ. И новый прыжок зоны. Оранж Сноу в будочке. Юник, ну компаунд их. Да, это не центр, но позиция очень крутая. Самое главное то, что если будет нижняя зона, они могут по идее тут с комфортом спуститься и за счет сена как-то передвигаться. то есть у них есть более-менее укрытие. Спириты, кстати говоря, сейчас будут куда-то влетать. Осмодейка. Будет как раз таки занимать один из таких вот. Не знаю, позиция на самом деле очень хорошая. Только вот иди ламбар. Ну да, вот просто стоги сена. Да, такие вот. Это как открытая будка сена. Не знаю, или как-то так. Вот. И Сид вот он по идее мог заметить Осмодея, но у Сида такой очень интересный геймплей. Он просто лежит. Он понимает, что нужно поработать на плейсмент. 23 лайв. Очень много ребят за зоной. Там Стерлак должен был наверное погибнуть, но пока что скорее всего мы это не узнаем, потому что у меня на пятой карте PUBG решила сказать, что я пойду отдохну, я устала. Стерлак все еще живет. Булпина все-таки добили. Стерлака начинает обстреливать с другой стороны. Гришаня вообще с противоположной стороны все-таки Стерлака убил. Детап крашится тоже под навес, но совершенно другой. Рекрент очень хороший хэд. Очень хороший хэд. Великолепный. Это надо было видеть, но вы, к сожалению, не увидели. Но я единственный. Я свидетель этого, что рекрент отвесил тетапу такую хэдшодину. Ну, прям сочненько, очень сочненько. Гришаня прошел дальше, но все еще находится не в кругу. Нави, в принципе, хорошо себя чувствует. Юник все еще чувствует себя суперзамечательно. Тим Спирит и с горем пополам в круге оказались. Сид тоже заехал в кружочек. Икс Тим убил Orange Snow, прокинул хорошую хэшечку, ну, прямо в будочку, в спину к Икс Тиму и Мелману заходит iZoom и сейчас будет настреливать, я так понимаю, скорее всего. Да, 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 вот, дару Мелман кухай откисает, iZoom заденайлся, умер от зоны. Красиво, кстати, не отдал поэнты, икс Тим опять же там на лоу хп по-прежнему живет. Юник пошли в гору, и есть уже первый нок, есть нок от Адоузи, минус Апокалип. Лакза где-то далеко по нему, слева еще настреливает. Интересное решение от Юник пойти по контролю зону. Спириты должны как-то перемещаться, Шус там за трактором отиживается, икс Тим добил, кстати, Апокалипу, украл лишние ПТС-ики. Смодей живет, у Спиритов тоже тяжелая ситуация. Нужно перебегать, нужно ловить тайминг, скорее всего. Сид подключается в спину, есть ног по Смодейке. Шус. 30 секунд до зоны, то есть вроде как накинуть смоук и поднять своего тиммейта шансы есть. Сиду там в ухо прилетело, вот Юник прилетел нормально, и Сид занимает в принципе ту позицию, в которой он валялся минут 5, наверное. То есть просто отдыхает, но через 13 секунд падет зона, и это очень неприятно. Очень неприятно, это еще мягко сказано. Поскольку со стороны Сида Хардшизд, быстрее всего круг пойдет именно со стороны Сида. Но побежал, побежал родненький, получил уже урона на пол хп, вот уже 23%, нужно похилиться бинтами. Да, это пар. Падоузи, минус Батулин, остается рекрент. Батулю не поднять, и вообще если посмотреть на рекрента, у него тут такая очень щепетильная ситуация, мы нужно перебежать дорогу, как минимум за трактор, грешание уже за трактором, рекрент, предусмотрительно раскидал смоки, Батулин, надоел, опять же, икс, стим, сколько можно? Ну, вот так вот, ты лет фраги. Не бояться. У рекрента нормально, было все до определенного момента. икс, стим, еще забрал уже 7 фрагов у экстима, ну, прям, жестко, конечно, жестко, разыгрывает, действительно. Четыре фрага, он точно сделал сам, три фрага, он стрел, я прям видел это. Шус 15 хп, пытается в зону зайти, Фэнси Пэнс его напрягает, Шус, кстати говоря, имеет опции похилиться, пока что все нормально, Шус, Фэнси Пэнс красный, Юники помогают, такое своеобразное поздравление, да, от Адоузи, а вот это уже было больно, залетела подача с М24, но Шус-то в зону зашел, главную задачу он выполнил, у нас четыре соло-игрока, и команда Юник, зона, ну, вот такая вот, упс, минус Шус. Чуть-чуть угол создал Стандин, и добился М24, даже не выстрелом в голову, просто так ляпнул, и опередил убийство. Юник Вин, в принципе, это очевидно, навряд ли прям так суперрезко сейчас их Steam, Гришка, Бауэр и Бульдог объединятся, и попытаются сразить Юник, поскольку во-первых, Юника вдвое, во-вторых, у Юник просто офигенная позиция, которая до сих пор в центре круга. Ну, прям сегодня завезли Бобоса именно Юником на круг, как мы видим, ну, как сегодня, именно в этом матче, именно в этом раунде. Чувствую себя, конечно, суперзамечательно. Гришаня подбирается поближе. Круг пойдет через 10 секунд. Никто друг с другом не воюет, вообще. Мне кажется, все друг друга друг друга други знают, но никто друг с другом не воюет, потому что вот их стимы Гришаня точно считают киллфит, прям стопудово уверен. Бульдог же не знаю. Убивает их стима. На 15 хп я видел там залетел критический дэмэдж сразу же, но вот по-моему их стим не смог просто бульдог добить, и Team Unique моментально на это реагирует. Могут, кстати, вдвоем просто запушить подразмен, именно это и происходит. Бульдог ползет, каски нет, армора, ну, армора может быть есть, но хп там дай бог если больше половины, потому что бульдог хватился много, встает, смачок откинул, слева Стендин, Стендин заметил бульдога, бульдог попал, по-моему, сразу же первой пулей в голову Стендин, но Стендина каски не было, и вот если бы Гриша был бы чуть поближе, да, он бы мог как-то вот это все использовать, а он видит! А он реагирует, Гриша реагирует, видит дым, понимает, что в этих самых смаках сейчас разрезываются Юники, подходит ближе, но у Гриши нету летальных гранат, нету, нету у него ни ХЕшки, ни Молотова, он не может в этот дым прокинуть что-то пакостное, чтобы хотя бы как-то прервать, замедлить разрез, и уже Юник восстали, так сказать, Стендин отхилился, поднял его Адоузи, чувствуют себя, ребятки, замечательно, только сейчас вот по Гришане нужно получить какую-то информацию, Гришаня, по-моему увидел Юников, я не успел посмотреть от его лица, да, там Адоуз просто, он видел, как Адоуз прям залетел в кемп, красиво, все, и Гришаня занял такую позицию, откуда Юник вообще не могут ожидать, не читаем, да, да, вообще не могут ожидать оттуда Гришаню, Юник, поскольку Юник убивали здесь Бульдога, да, вот так вот, очень хорошая позиционочка от Гриши, возможен клатч при таких условиях, поскольку свою позицию Гриша все еще не рассекретил, Юник подразумевает, что противник находится где-то в левой части карты, может в нижней части карты, ой, какой сладенький стендин бежит без каски, нужно обрабатывать, Гриша, не доработал хорошо, очень хорошо, рассекретил Гриша свою позицию, но сравнял, сравнял численное состояние, можно так сказать, один в один остались, ух, как залетел, агрессивная стрельба от Доуза, там, по идее, минус каска должна быть, залетел критический дэмэдж, Адоуз понимает это, но хорош, Гришаня, как же он люто сыграл, просто мастер позиционки, именно мастер, обманул, перехитрил, победил, джи-джи, это да, Гриша однозначно MVP пятого миромара, круто все сделал, и вот мог он, да, сразу там ломануться в смоки, да, кого-то еще нокнуть, но он сыграл ультра-нестандартно, то есть он занял именно ту позицию, с которой его вообще не могли ждать, но и исполнение было хорошее, но просто и сразу Адоуза еще в опенфилде закрыть, но немножко стрельба его подвела, там по-моему, на парапуле улетела в текстурку, но в целом Гриша нормально отыграл, Адоуза чуть-чуть не хватило, он вот в последнем файте попал по голове, очень больно было Грише, осталось там буквально в районе 1-3 хп, но как бы Адоузи прям нашел прицел Гришки, скорее всего завозит им попадание в топ-32, а я напомню, что именно 32 команды после сегодняшнего игрового дня выходят с каждой группы, то есть 64 уже будет на следующей неделе, опять же в среду, там будет у нас играться 5 эрангелей, там уже будет все в разы интереснее, ну и мы, Жень, давай, наверное, краткие итоги от тебя и потихоньку будем заканчивать. Мясо качественное, в принципе сегодня я не наблюдал каких-то скучных матчей, в дуо-турнирах они в принципе невозможны, поскольку концентрация игроков изначально в кемпах, где проводится лут, очень высока, очень высока концентрация, файты неизбежные, хот-дропы неизбежные и как мы с тобой видим, постоянно кто-то с кем-то воюет, постоянно кто-то кого-то закрывает на ротации, постоянно люди файтятся за кемпы, крэшатся, дефят, это жестко, безусловно, в сквадах ты такого не увидишь, определенно, поскольку у нас в сквадах люди играют более размеренно, значительно с эйвовей, и первые 10, а то и даже 15 минут уходят на лут и ротации, очень мало кто кого когда-либо закрывает, все именно, я говорю, играют с прочеками, осторожненько, глух, чтобы именно на Верочку, но в то, конечно, такое невозможно, потому что слишком большое количество команд, и мне кажется, что 80 человек это все-таки перебор, вот 70 было бы идеально, 70 человек, ну может быть, сложно сказать, я вроде как не видел ни одного доу турнира, где было именно 70 игроков, а я 60 видел, ну 60 я тоже видел, но именно чтобы вот 70, это интересно, я 80 видел, 80 ничего так, миссиста посмотреть моно, да, ну действительно, хорошие игры, много экшена, то есть ты правильно заметил то, что в сквадах у нас не так часто такой экшен прям со старта, ну и в целом много команд сегодня прошли, я думаю, что я в ЭГ, ну скажем так, все фавориты, которые должны были пройти, они, ну они скорее всего прошли, то есть мы, у нас постоянно, можно сказать, обновляется топ-10, Na'Vi точно прошли, так же как и Spirit, так же как и Unique, и Farze, которые, кстати, одну карту пропустили, по-моему, не было их на третий, фух, отгремело у нас, ребят, первый игровой день на Вингмане, для вас сработал Руслан Мэтшоу и Евгений Айлейб,